всем привет в общем сегодня такая погодка пасмурная но решил заняться запорожцам хочу сделать бак ну подключить его а то постоянно с полторашки неудобно снял заднее сидение не успел вам показать ну там ничего сложного два болта на 12 крутил вот под сидением такая тряпка была типа шумоизоляция вот он сам бак такой более-менее хорошее состояние ну внутри точно ржавый какие-то тряпки тряпки мусор сейчас это все уберу сейчас это все уберу так здесь обратка шланг дубовый попробую поменять посмотрим так это поступление к двигателю там тройник идет снизу шланг идет значит на трубку трубка идет вот сюда уходит на бензин насос на двигатель так и здесь и здесь вот она это идет на печку это идет на двигатель вот этот шланг я уже выдернул со старым фильтром вот он валяется откачать старый бензин подключу его сюда попробую откачать если не получится то придется бак снимать и вот вот этот шланг хочу поменять дубовый хомуты у не все есть крышку открутил вот такая она ржавая оттуда идет очень сильный запах как будто это такой знаете запах растворителя свой аспиритом вообще сильный запах ну в общем все-таки подключился с бака но есть небольшие проблемы вот медная трубка с нее в общем сифонит брызгает где-то вот с этой части трубки бензин брызгает придется ее запаять или заварить не знаю но с неё бензин сифонит потому что я подключил бензин начал качать и он снизу начал капать пока отключил его сделал напрямую вот он это с бака идет подключил обратку теперь бензиносос качает бензин с бака в баке вот такой вот ржавый бензин поставил два фильтра сейчас расскажу почему сейчас во внутрь залезем почему же я поставил два фильтра в общем открутил вот эту часть не стал записывать руки все были в масле бензине так открутил вытащил там в общем идет такая трубка вот она она до сюда идет эта трубка полностью была забита я сначала пробовал оттуда тросом думал пробью оказывается не получилось пробить и я в общем снял это сама трубка полностью заржавела и она была забита бензин никак не поступал в итоге я снял пробил или как оттуда столько ржавчины вышла промыл это обратка датчик пока не стал трогать в общем бак не снимал напрямую отсюда сделал бак буду снимать летом потому что сейчас зима неохота возиться в мороз чё еще делал ну в общем пробил эту трубку там стоял еще какая-то сетка типа фильтр что ли вот эта сетку я снял выкинул а вот вот все что от него осталось теперь эта трубка идет без защиты она снизу если она грязь конечно ржавчину засосет бензонасосом то поэтому поставил два фильтра чтобы сразу она в карбюратора не шла это вся ржавчина также какие-то провода обнаружились не знаю для чего вот они здесь вот подключены буду разбираться а вот вот этот трос вот этим тросом я пробовал пробить сейчас вот все на место поставлю полочку сиденья также поменял прокладки на карбюраторе вот видите новый стоит это родной карбюратор я его промыл почистил сейчас он как новый почему решил поменять прокладки потому что до этого ставил времянка вот она и она начала протекать бензин начал течь и решил поменять все промыл в общем взял еще купил 5 литров бензина сейчас попробую залью и попробуем запустить на старом бензине в общем пока оставлю такую подачу топлива но это конечно некрасиво слишком большой шланг ну так вот и зафиксировать его все открутил сейчас зальем гензин у меня было где-то литра два я залил сейчас побольше залью 92 что там все смешалось сразу скажу в баке ржавчины много но я не стал его снимать потому что здесь геморрой вот это надо откручивать там откручивать на который болты они идут снизу стопудово они заржавели пока поездил так вот а потом летом уже сниму бак про мою поэтому поставил два фильтра подкачаем топлива но так поставил аккумулятор а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...